Продолжение следует... Продолжение следует... Но не затерялся даже в 21 веке. Что касается популярности, или можно сказать, она менялась, где-то она терялась в середине 20 века, потом опять возрождается в новых красках, в новых амплуа, составах. Мы знаем, что музыка у нас очень богатая 20 век, очень разносторонняя, и поэтому камерный жанр как такой, он очень как бы удобен. Удобен воплотить какие-то идеи, не очень большие, не развернутые, конкретные идеи для разных составов исполнителей. Он актуален, особенно у нас в Латвии, и мы сейчас смотрим и беседуем сегодня в конференции, что также актуален и в наших соседних странах, в том числе в Литве. Конечно, это воплощается все немножко по-иному, потому что разные традиции, хотя много общего у нас, но тем не менее, одна общая школа, я бы сказал. Развитие жанра диктовалось особенностями эпохи. Знатные меломаны украшали музыкой свое пребывание на открытом воздухе или во время катания на небольших судах. Но такие развлечения зависели от погоды, поэтому камерное музыцирование в компактных залах и салонах оставалось приоритетным. Основателем направления в Латвии посвященные называют Языпа Витлса, проходившего обучение в Санкт-Петербурге у знаменитого римского Корсакова. В силу духа времени и обстоятельств там же зародились истоки литовской камерной музыки. Представители обеих стран признают, историческое сближение школ не было случайно. Я думаю, что связи действительно есть, потому что, во-первых, ну, может быть, какое-то общебалтийское, общебалтийские какие-то корни, общебалтийские, ну, может быть, даже характер национальности действует на то, какая у нас музыка. С другой стороны, наши литовские композиторы общались и даже учились, а кое-кто даже, как, например, были с дворю, у нас даже родились в Латвии, так что связи эти были всегда, и они более-менее поддерживаются и сейчас. Конечно, латвийская музыка, камерная музыка, она имеет свою специфику, литовская свою. Наши композиторы вообще очень много пишут, особенно раньше писали камерную музыку. И, насколько я знаю, насколько я общался с коллегами, то очень наши литовские коллеги любят латвийскую камерную музыку и вообще латвийскую музыку. В эпоху третьего тысячелетия жанр, вопреки ожиданиям скептиков, сохранил свое главное предназначение – способствовать релаксированию для слушателей и совершенствованию для посвященных. Недаром известный английский классик Рэддиард Киплинг отмечал особую утреннюю свежесть камерной музыки. Я думаю, это время, кризисное время, каждый художник хочет иметь связь с слушателем. И сегодня много разных встреч, музыкальных встреч исполнителей с даже небольшими группами слушателей. И камерная музыка в это время особенно нужна и слушателю, и самому исполнительному, поскольку есть связь, есть где ее исполнить и представить свою музыку более разным слушателям. Молодые ученые закрепили общение посредством музыки специальной научной конференции, чтением рефератов и общей оценкой завершенного проекта.